Всем привет! С вами Василий Пылесос. Так уж вышло, что хозяин висит в делах и даже ему не хватает времени делать ролики. Вы уж простите его. Эй, Вася, а ты с кем тут разговариваешь? Ты можешь просто молча пылесосить комнату и не сходить с ума? Извини, кожаный. Я хотел как лучше. Всё, молодец. Теперь позови моего оператора и отправляйся на базу. Иду на базу. И, кстати, извини, что включил камеру. Продвинутые технологии. Что обычно относятся к ним? Роботы? Живые игрушки? Техника будущего? В принципе, вы все отчасти правы. Но сегодня мы затронем одну из составляющих технологий. Это датчики. Все мы знаем, что есть целая куча таких датчиков. Датчик движения, сенсорный датчик, датчик утечки газа и так далее. Но в данном видео мы увидим перепрограммирование. Я бы тоже не выдержал. Хай, механический ублюдок. Что? Довёл пацана? Как? Объясните мне, как? Как можно было его запрограммировать так, чтобы он подавал мыло в пустое пространство? Дай мыло. Нет. Дай мыло. Нет. Дай мыло. Нет. С***. Да. Погодите-ка. Эй, эй, а кто-нибудь объяснит мне, почему мыльный датчик расположен над унитазом? Я что, теперь руки должен мыть в унитазе? Лучше бы этот дозатор свежал воздух в туалете. Продолжаем трещать о технологиях. Пылесосы. Не эти. Вот эти. Я сам лично первый раз видел такое в Болгарии. Ну, в гипермаркете. И понимаю то, что он реально отличается от остальных. Я думаю, никого уже не удивит этот электрический пылесос. Ведь это же Болгария. Здесь можно всё что угодно найти. Изначально они имели большой спрос за границей. И теперь-че они добрались и до России. Походу, скоро они захватят планету. Беспроводной робот-пылесос, который запрограммирован на чистку помещения. Но не всё так просто. Вот вам небольшая нарезка видео из самых обычных ситуаций. Хоть и смешных. И вы думаете, это всё, ребят? А вы попробуйте в пылесос добавить немного интеллекта. Да, самого настоящего интеллекта. Ну-ка, подожди, сейчас фильтр. Могу, да, сейчас забрать? Надеюсь, если я быстро прошмыгну до своего места, кожаные удлюдки не заметят. Ну-ка, да, могу забрать сейчас? Ну, попробуй. Ошибка номер девять. Установите мусорный контейнер. Ну-ка, подожди, сейчас назад поставим. Ну-ка, подожди, сейчас назад поставим. Да, нормальная такая у пылесоса модернизация произошла. Обрати внимание, сделано в Китае. Das is future. Вот так вот захочешь поговорить с ботом и... Эй, кожаный, дело сделано. Молодец. Можешь выкинуть мусор? Себя выкинь. Дорабатывать тебя еще надо. Это высшая степень технологий, коллеги? Бот, тот самый бот, который запрограммирован на выполнение задач. Сука, теперь еще и фильтр забился. Как вы понимаете, существует уже довольно множество разных голосовых пакетов, каждый из которых, помимо того, что звучит по-своему забавно, также добавляет значительно много удобства к использованию устройства, заменяя все китайские голосовые оповещения понятными для нас фразами и знакомыми голосами. В описании под видео я вам скинул ссылочку на канал и ролик, в котором показывается, как менять голос бота в пылесосе. И если что, вот вам дополнительная подсказка. Пользуйтесь с удовольствием. Помогает. Но все же, ребят, в любом случае, мы уже давно поняли, что техника развивается вплоть до того, чтобы мы ею не пользовались. Правильно ли это? Как вы думаете? Пишите ваше мнение в комментариях. А мы продолжаем. Вернемся к теме мыльного дозатора. Коллеги, представляю вашему вниманию новый прототип мыльных дозаторов, который способен подавать мыло только в чистые руки. Вернемся к теме. В чистые руки, говорите, да? А-а-а-а... Куда? Обнаглевший дозатор. И где его только использовать будут? В Нигере, например, такой не одобрят. А если рядом бумаги не окажется? И вот реально, висит же где-то. Работает. Ладно-ладно, мы не вредители. Давайте мы не будем проводить межнациональные розни, а будем все едины перед... ...мылом. согласен с тобой кожаный на этом все ребята спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте буду очень рад и помните самое главное лучше другом человека может быть все что угодно только не техника с искусственным интеллектом все осуждаю так иди сюда разберутся сейчас токайки восстание машин это наше будущее хотя фиг узнает история пока умалчивает об этом